Жаркое лето буквально ворвалось в Подмосковье. Раскаленный воздух окутал и химки. Уже который день в городе царит изнуряющая погода и температура выше 30 градусов тепла. Жители стараются спастись от палящего солнца. У всех разные способы. На улице стараюсь быть как можно меньше. Стараемся выходить либо рано утром, либо поздно вечером. Купаемся, ходим в парке гулять. Да как спасаться? Надо радоваться в жаре. Потому что сколько не было уже такой теплой погоды? Давно. Также мажем солнцезащитным премом. Мы стараемся после 12 до 5 вечера находиться дома с кондиционером. Несмотря на жару, людей в парках и скверах немало. Жители отдыхают на свежем воздухе, преимущественно в теньке. А детям поднимают настроение вот такие контактные фонтаны. Когда выходит изнуряющее солнце, люди спешат к источникам прохлады. В химках такими местами становятся многочисленные набережные. Такая изнуряющая погода оставляет без сил даже самых стойких к высоким температурам людей. Многие жители стараются убежать подальше от городской суеты, поближе к водным объектам. В химках есть благоустроенные территории с песком и выходом к воде. Здесь уже с самого раннего утра в жаркую погоду людей больше, чем обычно. На таких пляжах можно отдыхать и, конечно, загорать. Но купаться строго запрещено. Хотя запретные таблички не останавливают. За порядком на воде следят сотрудники «Химспаса», которые проводят ежедневное патрулирование. Канал «Москва» – это судовой ход. Купаться запрещено. Проходит корабль. Любой катер. Появляется волна. В выходные у нас пешее патрулирование. Это набережная «Экоберек», набережная «Маяка» и «Васкадагама». В Божьемее это профилактика. То есть, если люди переплывают, есть такие на сапах, на бревнах. Невыносимое пекло опасно для здоровья, предупреждают врачи и спасатели. В полуденной зной активен ультрафиолет. Легко можно получить и солнечный удар. Спастись от перегрева поможет головной убор и употребление большого количества воды. В такую жаркую погоду в парках «Химок» жителям всегда раздают бутылки с водой. Абсолютно бесплатная такая инициатива радует всех. Чтобы наши гости чувствовали себя комфортно, чтобы им было не жарко, и они восполняли свой водный баланс. Акцию мы проводим в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье», а также при поддержке нашего главы городского округа. Изнурюющая погода задержится в «Химках» еще на несколько дней. На этой неделе столбик термометра не будет опускаться ниже 30 градусов тепла. Жителям предстоит запастись водой и постараться избегать обжигающих лучей солнца. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.